Последние, дорогие, на сегодня запишу 2 Коринфянам, 12 глава, 8-9 стих. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил Его от меня. Кого Его? Жало вплоть, кто есть ангел сатаны. Это не была болезнь, это был ангел сатаны, который удручал апостола Павла. То есть возбуждал конфликтующие ситуации, конфликтные, и преследования. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, достигает совершенствования. Давайте посмотрим на несколько слов этого местописания с арамейского, где сказано, что сила моя совершается в немощи. Довольно для тебя, достаточно для тебя благодати моей. Слово благодать здесь с арамейского хана. Слово благодать в арамейском состоит из трех букв. Кув. 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 Солнце на горизонте. Солнце на горизонте. Куф. Связано также с полнотой времени. Полнота времени. И с изменением. Следующая буква. Бэйт. Дом. И следующее. Хей. Поклоняться. Откровение. Хвала. Довольно для меня, довольно для тебя, моей благодати, моей ханы, хана. Хана тебе, благодать тебе. Довольно для тебя, благодати моей. Что есть благодать? Чего довольно? Солнце на горизонте. Солнце правды, оно встает. Исцеление в лучах его. Солнце правды, это Иисус, это Сын Божий, от Которого и произошла благодать. Закон произошел через Моисея, благодать истинно произошли через Иисуса Христа. Благодать это не что-то, это кто-то. Благодать это Иисус Христос, который высвобождает вещи в правильное время, в полноту времени, приводящие к определенным изменениям и преобразованиям в жизни людей, в жизни тех, в ком Христос или благодать Божья действует. Посредством чего устрояется дом, устрояется жилище, приходит устройство, приходит всякое правильное взаимодействие в доме и в семье, как результат высвобождая хвалу, поклонение Божье посредством откровения. это благодать. Довольно для тебя всего этого. Достаточно, апостол Павел. Слово довольно или достаточно благодати. Мы посмотрели на благодать. Довольно или достаточно благодати. Слово довольно состоит из трех букв на арамейском. самих терновая колючка. Терн. Терн. Терновая града. защита. 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 Вторая это пэй. Уста. Рот. слово. Слово. Говорить. И третий кув. Солнце на горизонте. Довольно благодати. Довольно чего? Защиты. я буду защищать тебя. Я буду говорить. Бог будет говорить в твою жизнь. Уста Божьи будут обращаться к тебе. И он будет говорить что? Слово. Слово. Довольно для тебя будет моего слова. Которым я буду говорить и обращаться к тебе. И довольно для тебя солнце правды. Ибо Господь наш есть солнце и щит. Солнце источник физически. Света, тепла. Господь говорит довольно я буду для тебя источником света, источником тепла и источником всякого необходимого обеспечения. Вытираем. Ибо сила моя совершается в немощи. Сила моя. Слово сила слово коах. Коах. И состоит всего лишь из двух букв. первое это кав. Открытая ладонь. Согласие. Смирение. Подчинение. самообладание. Самобладание. Наделение. И вторая буква это Это ограда, окружать, охранять. Хэт. Хэт. Итак, что такое сила? Ибо сила Моя – сила Христа. Как Христос двигался в силе, точно так же и мы двигаемся в Его силе. Он был открыт для Отца. Он двигался в согласии и в послушании Отца. Он двигался в смирении и в подчинении перед Отцом. И таким образом позволял Отцу наделить Его необходимой силой. При этом Отец был Его оградой и охраной и защитой. Вот точно так же и мы движемся в силе. Вот точно так же через это приходит коах – сила в нашу жизнь. Ибо сила Моя совершается. И последнее слово, которое мы в этом уроке рассмотрим – совершается или достигает совершенства. Достигает совершенства. Медгмар. Медгмар. Достигает совершенства. Достигает совершенства. Мем. Вода. Мощный. Поток. Кровь. Слово. Есть слово хаос, но хаос – хаотичность. Мы не используем здесь. Следующая буква – это ТАВ. Знак. Знамение. Крест. Подпись. Следующая – ГИМЕЛ. Нога. Ходить. ГИМЕЛ. Нога. Ходить. Так же – обеспечение. Кто-то говорит – верблюд. Приносящий обеспечение. Благость. Следующая – опять МЭМ. Поэтому описание здесь дано. Опять МЭМ. И последняя – РЭШ. Голова. Главенство. Мысли. Итак, сила – КОАХ. ДОСТИГАЕТ СОВЕРШЕНСТВА. Каким образом? МЭМ – МЭМ. Двойное. Да? Двойной удар. Посредством мощного слова, которое льется потоком в нашу жизнь. Посредством силы, крови Иисуса Христа и того, что Иисусом Христом было совершено. Посредством словом, посредством знамения Завета, посредством мощи Креста, Знака, которым мы запечатлены, потому что мы находимся в Завете с Богом. Посредством нашего хождения в Духе Божьем, через которое мы имеем всякую благость и всякое обеспечение. Находясь под главенством нашего Господа, почитая Его как нашу главу и получая руководствующие мысли, руководственные мысли для нас. И таким образом сила достигает совершенства. И это все происходит, апостол Павел говорит, в наших немощах. Ибо он говорит, что когда я немощен, тогда я силен. И потом он конкретно говорит о тех немощах. И это не болезни, это не вирусы, это не эпидемии, это не простуды. В немощах, обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа. Гонения и притеснения за Христа апостол Павел почитал немощами. Не физические болезни в теле. Потому что в гонениях и преследованиях сама эта обстановка, сама эта атмосфера благотворно воздействовала на него, чтобы он всегда смотрел на Бога, доверял Богу, учился верить, учился доверять, учился уповать на Бога, учился ходить с Богом, доверяя Богу разрешать все его ситуации и трудности, уповая на Господа всецело и таким образом позволяя силе Божией действовать на благо своего слуги, на благо его. При этом постоянно усовершая. То есть сила постоянно возрастала, усовершалась в его жизни. Пусть это происходит с вами. Чтобы для нас было достаточно полнота благодати высвобождалась, и чтобы сила его совершалась в нашей немощи. чтобы мы хвалились немощами, нашими. Иногда, когда люди проходят какие-то трудности, они не хвалятся ими. Ой, у меня та трудность, вот та проблема. Ой, 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 ой. Да, есть проблемы по глупости, я не говорю об этом. Имеется в виду гонение за Христа. Написано, если вы гонимы за Христа, то вы блаженны, потому что дух славы, дух Христов пребывает на вас. Когда дух славы пребывает на нас, слава Божия пребывает на нас. А где слава? Там и сила. Ибо Твое ведь царство, сила и слава во веки и веки. И ваше, и наше, и мое, и ваше. И сила, царство, сила и слава во веки и веки. Благословений. Благословений.